Кулеба подал в отставку. Половина правительства Украины уволена. Все выглядит так, что Зеленский скоро будет свернут. А также вы услышите, тоже переведенное мною, что говорят западные аналитики о баллистической, якобы, ракете, баллистической ракете, сделанной на Украине. Украинцы хотят сказать, что это не сделали сами, не с помощью Запада, хотя многие западные эксперты считают, что это практически нереально. Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. Если вы случайно зашли на мой канал, я очень буду рада новым друзьям, подписчикам. Нажмите на колокольчик, и вы будете в курсе всех новых видео, которые выходят на моем канале. Итак, начинаем. Друзья, сейчас вы можете прочесть с немецкого, на русский я перевожу, что министр иностранных дел Кулеба подал в отставку. Половина правительства Украины уволена. И правительство заменено другими людьми. Говорят о том, что Кулебу, не он сам подал в отставку, а его уволил Зеленский. Многие говорят, что украинское правительство теряет каждый днем больше и больше контроль над ситуацией, сегодняшней ситуацией. То есть обещанный успех Украины перед Западом не выполнен. Зеленский хотел побыстрее закончить войну на Донбассе, но это ему не вышло, не получилось. Он все время ищет виновных не в себе, а в его окружении, и поэтому постоянно меняет свое окружение. В этот раз очень много людей. Он хочет сказать, что во всем не он виноват, а эти люди, которые его окружают, что нужно менять правительство. Он хочет им показать для Запада, что он борется под видом, что он борется с коррупцией. Он не хочет показать, что это не успех в Донбассе, в других регионах Украины. Он хочет сказать этим, показать Западу, что он меняет людей, потому что он якобы борется с коррупцией. Это эффективно он хочет это показать. И нападение на территорию, с помощью Запада, конечно, который разрешил стрелять по территории России. И нападение на территорию России привело к огромнейшей эскаляции. Одно ясно, что под давлением Кулеба подал в отставку. Ясно, под давлением Зеленского. Иначе он его просто уволил. Просто его хотят показать не в таком плохом свете. Кулеба известен тем, что он ярый, ярый поклонник НАТО и помощник НАТО. Западные, даже СМИ говорят, что его дипломатия была сплошная катастрофа. Всем известна его агрессивная риторика. Это человек, огромнейший поклонник Евросоюза. И даже это ему не помогло. Что делает талантливый дипломат или министр иностранных дел? Он пробует всеми путями строить мосты перемирия. Кулеба не стремился к перемирию. А все делает для того, показать всему миру, что Россия – это огромнейший враг. Требуя постоянно от Запада еще больше оружия и ресурсов против России. Причем, ребята, хочу заметить, так и в репортаже говорится, бессмысленную войну просить больше, больше оружия. Многие в Украине и в других странах сейчас спрашивают себя, что дала политика Кулебы для Украины. И привело это к хаосу в стране, методы Кулебы. В начале правления, что говорил Зеленский, борьба с коррупцией. И время от времени он постоянно это утверждал. И он не сдержал своих слов. Это говорит о том, увольнение, массовое увольнение. Это говорит не о том, что он думает о стране, и что с другими людьми что-то будет лучшее, а о внутренней борьбе политиков между собой. Поверьте, больше людей понимают о том, что НАТО и Запад используют Украину в своих целях против России. Огромнейшая шахматная игра. Постоянная мотивация Запада и НАТО борьбы с Россией не принесла Украине ничего, кроме внутренних страданий и мучений, а также к полному хаосу в стране. Запад пользует и пользовал Украину в своих геополитических интересах. Можно аргументировать так, что Кулеба и увольнение других политиков, половина правительства показывает, что даже в Киеве понимают, что эту войну невозможно выиграть будет. Украинский народ страдает экономически и социально в этой войне. Обещания Запада Украине не выполнены, несмотря на санкции на Россию, Россия показала, что это огромный гигант. И Россию только можно воспринимать серьезно. А в правительстве Украины постоянные интриги, сборки, борьба за власть и постоянные увольнения. В это время, когда Украина превращается больше и больше в руины, Россия становится, несмотря ни на что, сильнее и сильнее. И дипломатические отношения с тем же Китаем, с Северной Кореей, Индией выросли. Кроме того, Россия, несмотря на войну, в очень два с половиной года выстроила коалицию с огромнейшими странами, с огромным потенциалом. Вы знаете, какие страны. Я только что говорила. Стремительный распад Донбасса войдет в историю как один из самых бессмысленных шагов Украины в войне против России. Украинское правительство потратило два месяца на сбор резервных войск Сумской области, чтобы затем быть уничтожены вражескими силами там. Самый страшный момент до войны происходит в последние дни. Фронт в Донбассе погрузился в полный хаос. И ситуация в Украине, в районе Покровска, стремительно ухудшается. Новогродовка почти полностью впала. Российская армия также добивается значительных успехов на юге города Селидова. Бои идут и восточных пригоров этого города. Кроме того, украинские военные специалисты подтвердили, что российская армия захватила северо-запад и теперь подвигается к центру Селидова. В центре города осталось всего три высотных здания. Извините, ребята, это западная информация, которую я нашла. Очень интересного блогера. И, может быть, я не все правильно названия городов называю. У Киева остался только один путь снабжения через Галязиновку, до которой россияне также постепенно добираются. Российская армия также продвигается в направлении Буледы. Немецкий военно-журналист Юлиан Репкев признал, что Россия захватила Константиновку после неожиданного отступления украинской армии. Это важный узел обороны Киева на трассе Буледа-Маренко. Сейчас россияне пытаются взять под контроль этот маршрут и начинают приближаться к селу Водное под Буледой. В настоящее время Россия ежедневно захватывает по два-три села и более. Города с населением около 15 тысяч человек, такие как Новгородовка, пали в течение 24 часов. Мария, безуглая заместитель, председатель комитета обороны и разведки Украины, недавно посетила Новгородовку и посетовала на том, что окопы, защищающие этот город, совершенно пусты. Она записала, что в городе, где когда-то проживало 20 тысяч человек, не осталось украинских войск. 31-я бригада была расформирована, а ее командир уволен. Вместо нее сюда были направлены неопытные подразделения. Неделю назад я был в пригороде Селидова, направлении Новогородовки и увидел, что оборонительные позиции пусты. Город был обычным жилым районом. Я зашел в окопы и не обнаружил ни охраны, ничего. Да никого не было. Я прополз под землей, вышел в поле. Русские войска уже вышли на поле в Телур. Там уже никого не было. Я не наступил на мину, не встретил ни одного защитника. Единственным живым существом на подготовительных позициях вокруг Селидова были насекомые. Любой гражданский мог сделать то, что сделал я. Депутат также опубликовал фото пустых окопов под Селидовым. Положение украинской армии на Донбассе крайне хаотично. Когда российские войска приближаются к населенным пунктам, боев почти нет. А жертв мало, так как украинские артиллерии просто заканчиваются боеприпасы, и солдаты бегут. Внутренние источники в Украине подтверждают, что украинские командирования в настоящее время считают ситуацию абсолютно безнадежной, а развал фронта стратегическим провалом генералом Сырского. По словам, все бригады будут вынуждены отступать Покровского еще до того, как смогут вступить в бой, так как им не хватает артиллерии и резервов. Потери Украины очень велики. Министр обороны России сообщил 28 августа, что потери Украины только на Донбассе составили 1985 военнослужащих без учета потерь на Курском фроте. С момента наступления Киева на Курск ежедневные потери составляют более 2000 человек. Эта цифра до сих пор практически не фиксируется. 28 августа газета «Бильд» процитировала украинскую активистку Яну Скигну, которая сопровождала 110-ю бригаду, описывала ситуацию в Покровске как невообразимо ужасную. По ее словам, русские отвоевывают по одной-две деревни за день и продвигаются на три километра. Каждый день все эти ротации придут к российским прорывам. И наша гибель, говорит эта вот Марьяна Безуглая. Подразделения отступают, командиров снимают, люди вынуждены покидать свои дома. Мы теряем сотни квадратных километров земли. Многие города, деревни, шахты, исторические города потеряны из-за этих ложных ротаций. Все больше немцев создают, что стремительная потеря территории на Донбассе, о которой почти никто не осмелится сообщать в Украине, совпадает с отстановкой украинского отступления на Курск. Немецкий военный аналитик Карл Масала считает, что пока рано судить о том, что жертвует ли украинское руководство Донбассом. Однако заметно, что акцент смещается на Курск, в то время как украинская армия теряет все больше территории на Донбассе. Многие из вас и нас, наверное, задают вопросом, что происходит с украинской армией. Они хотят сказать, конец праздника, они радуются, как праздник был. В Курске или Киев планирует еще одно наступление на СУЗу? Украинское руководство вывело свои элитные подразделения с Донбассского фронта и даже мобилизив разерный войска, чтобы продвинуть глубь российской территории Курской АЭС. Но теперь их армия застряла 15 километров глубь России. Они занимают оборонительную позицию, по себе уничтожаются. Такая кампания против России никогда не сможет перерасти в крупное событие. И, как обычно, украинские СМИ не комментируют все, что реально, в реале творится на фронте. Однако, бывший советник президента Зеленского Алексей Арестович вчера опубликован карту, он читает, что курская кампания Киева подходит к концу, учитывая критическую ситуацию на Покровском направлении и прогнозирует, что русские окружат там украинскую армию. Арестович использует термин «кризис» для описания российского продвижения Покровскому. Он даже поинтересовался, что сделали украинские командирования, чтобы до такой степени ухудшить ситуацию в Покровске. Украинской армии даже ходят слухи, что Киев просто добровольно сдался в Донецке. Возможно, после того, как какого-то соглашения с Кремлем, украинский комментатор напротив обвиняет непосредственных командиров в Покровске в том, что они не контролируют ситуацию на поле боя. Даже россияне задаются вопросом, почему украинские войска бросили эту важную систему обороны на данном направлении. Некоторые российские аналитики считают, что украинские командирования возможно вынашивают коварный план. Известный российский журналист Евгений Норин считает, что украинские войска готовят к новому наступлению на российскую территорию, и поэтому не были отправлены резервные войска, чтобы остановить продвижение России в Донбассе. Эксперт пишет, что Украина сформировала около пяти бригад резервных войск, и поскольку эти войска не были переброшены на Покровский фронт, Евгений Норин подозревает, что Киев готовит еще одну внезапную атаку в Курске. Это означает, что они начнут новое наступление на российских границах, чтобы отвлечь внимание СМИ и скрыть поражение на Донбассе, на Донбассском фронте. Однако российский эксперт подчеркает, что это всего лишь его личные предположения. Теперь возникает вопрос, если принять предположение российского историка за правду, сможет ли Киев добраться к прорывам Курской области с помощью вновь мобилизированных резервных войск? Ответ заключается в том, что Украина столкнется с несколькими ограничениями. Во-первых, развал Южно-Донецкого фронта будет иметь негативные стратегические последствия для Украины. Многощественные ключевые линии обороны одна за другим перейдет руки России. Это значит, что не только придется переносить линии обороны на десятки километров от Донецка до Мелитополя, но и российская армия может продвинуться вплоть до столицы Запорожья. Остается неясным, почему Украина допускает развал Донбасса, наращивая при этом крупные резервные силы. Мы будем продолжать следить за развитием событий, чтобы найти ответы. Президент Зеленский высоко оценил первую баллистическую ракету, произведенную в Украине. Действительно ли она так страшна? Главная цель Киева сейчас убедить Запад снять ограничения, чтобы они могли развернуть ракеты дальнего радиуса действия для проникновения в глуп российские территории. Официально Financial Times сообщил, 27 августа Швейн Великобритания и Франция поддержат эту идею, в то время как США и Германия вступают против нее, поскольку Байден и Шольц опасаются эскаляции напряженности в отношении с Россией. По совпадению в тот же день президент Зеленский заявил, что его армия впервые успешно испытала баллистическую ракету украинского производства. Президент Зеленский также опубликовал видео, на котором видно, что в арсенале этой армии есть новые крылатные ракеты, прошедшие испытания. Информационный агент АЭА сообщил, что Украина рассчитывает на новое оружие дальнего радиуса действия, чтобы преодолеть западные ограничения проникнуть вглубь российской территории. Киев объяснил, что это новое оружие дальнего радиуса действия, которое может атаковать Россию, не спрашивая разрешения у своих союзников. Это оружие представляет собой комбинацию ракет и беспилотника, произведенного в самом Киеве. Хотя Украина утверждает, что это полностью независимая безработка, трудно представить, что в этом проекте не участвуют эксперты НАТО. Слишком много частей ракеты, особенно модулей управления и целеуказания, которые требуют сложного оборудования для проникновения в российские системы радиоэлектронной борьбы и ПВО. Маловероятно, что Киев сможет произвести такое оборудование самостоятельно. Кроме того, за последние два года всеукраинские производственные площадки по изготовлению оружия и особенно ракет несколько раз подвергли ударам российских ракет. Последняя атака 26 августа была направлена в основном против военных объектов и важной энергетической инфраструктуры украинского оборота промышленности. Есть основания сомневаться о том, что Киев способен самостоятельно производить ракеты дальнего радиуса действия. Вполне вероятно, что в процессе производства этой ракеты были вовлечены западные технические эксперты. Целью может быть оказание давления на некоторые члены НАТО, чтобы они отменили ограничения против Украины уже после того, как это произойдет. Киев хочет показать администрации Байдена, что ракета, которую они сами создали якобы, была развернута на российской территории, и что Кремль, как обычно, не стал реагировать слишком остро. Эта уловка Украины может быть успешно, она также может привести к обратному результату, поскольку в связи с развертыванием этой новой ракеты необходимо задать два вопроса. Во-первых, зачем Украина просит в США дополнительное оружие, финансирование, если страна уже способна сама создать ракеты большой дальности без посторонней помощи. Зачем Украине давить на союзников по НАТО, чтобы те сняли ограничения на ракеты дальнего радиуса действия, если они способны захватить территорию в районе Курска, как утверждает президент Зеленский. Более того, если украинский военно-промышленный комплекс прекрасно функционирует без поддержки Запада, и вторжение Курска действительно является поворотным моментом, то сокращение иностранной помощи было бы нормальным явлением, и у Запада не было причин рисковать эскаляцией в отношении России. На самом деле новая украинская ракета это скорее психологическое, чем тактическое оружие. Даже если расчеты правительства Зеленского верны, это вряд ли изменит военную динамику конфликтов в пользу Украины Киева. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам было со мной интересно. Закончилось мое видео. До новых видео, до новых встреч. Всего доброго. Пока. субтитры субтитры